Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, вашему вниманию представляется доклад «Естественные и искусственные сети и системы». Доклад называется «Естественные и искусственные сети и системы». Докладчики Василенко Роман Викторович и Захаренко Геннадий Парфионович. Первый доктор, второй кандидат. Оба являются академиками Академии естественных наук Ганнумер. Спасибо. Если говорить о системах и сетях, то о них написано очень много. Прежде всего, искусственные системы. Они представляют большое интересное для нас в настоящее время, но прежде чем к ним перейти... Простите. Я бы хотел остановиться на естественных системах. Они нам с вами очень хорошо известны. Я присутствовал на конференции, очень много докладов вольно или не вольно были посвящены этому вопросу. Это и частицы как системы, это и Вселенная как система, и это предыдущий доклад как системный подход к решению определенных задач, которые были поставлены докладчикам. и это природа. Это природа. А это уже перешли... Ну, про естественных я хочу сказать, что на естественных я останавливаться не буду, может быть, просто их перечислю. Горы, леса, пастбище, реки, сама Вселенная. Всё это системы. И прежде всего, определение системы. Где-то в 80-х годах мы дали следующее определение. Система — это совокупность взаимосвязанных, взаимозависимых элементов, предназначенных для достижения одной или нескольких целей. То есть у каждой системы обязательно существует цель. Правда, иногда, в некоторых случаях, мы не знаем, какие цели у данной системы. Но если говорить о искусственных системах, о которых будет большая часть доклада, то мы там увидим это предназначение. В докладе описана история возникновения, описания целостного мира и его элементов. Там приведён Платон, Сократ, Аристотель и так далее. Я останавливаться не буду, потому что большинство из вас с этим знакомы. Кого заинтересуют подробности, я дам потом ссылку на доклад, и можно будет ознакомиться с подробностями этого доклада. А теперь перейдём к искусственным системам. Ну вот передо мной и перед вами Крот. Обратите внимание, какую он построил... — Бобёр. — Простите, Бобёр. — Бобёр, да, простите, я говорю. — Бобёр, который построил очень интересную систему, которая позволяет ему а — жить безопасно, выходить на охоту незаметно и точно так же возвращаться. Следующий — муравейник. Вот здесь уже совсем сложная система. Я не буду говорить про иерархию управления, я не буду говорить о запахах, как выстраивается очередь или поиск пищи. Посмотрите, пожалуйста, насколько продумана система у муравья. То есть система муравейника является сложнейшей искусственной системой, неестественной. Можно посмотреть термитники, можно посмотреть массу гнёзд, и каждое гнездо представляет из себя определённую систему. Она имеет определённую конфигурацию, часто используются различные материалы. И в зависимости от вида птицы эти гнёздо, естественно, размещаются на разной высоте, в разных местах и в разных уголках. Всем нам знакома схема метрополитена, схема же дорожных транспортных узлов. Это тоже всё искусственная система. Вот, скажем, сеть электропроводки в квартире. Тоже система. Сложная система по распределению нагрузки. Это локальная сеть. Я немного, а может быть, много, в зависимости от того, сколько мне позволят, уделю внимание сетям. У вас 30 минут было сейчас. Да-да-да, спасибо. Ну и вот сети, которые существуют в настоящий момент. Всем известны розничные сети. Сети общественного питания, сети здравоохранения. И я остановлюсь на головном мозге. Может быть, чуть-чуть, да? Тоже колоссальная, сложная сеть и система. Это всем известная из литературы информация. Венозная система, артериальная система. Медики здесь присутствуют, они сразу увидели всё своё. А я перейду к переходу к сетям связи. Вообще к передаче информации. Вот опять же сейчас прозвучало о том, что информация передаётся. Мне очень понравился сдвиг по фазе. Я вспоминаю. Сомнится раз анекдот сдвиг по фазе. Мне в жизни очень повезло. В 1965 году я попал в лабораторию. Она была закрытая, как сейчас так говорят, секретная. И занимался разработкой передачи информации. Самой разнообразной передачи информации от одного источника к другому. Мы только-только начали задумываться о нашей государственной сети передачи данных, общегосударственной сети передачи данных. На сегодняшний день всем известна интернет. Отставание от американцев было всего 3-4 года. Мы шли, что называется, ноздря в ноздрю по очень многим позициям. В чём-то даже их опережая. И вот я остановлюсь буквально на информационных источниках, которые вам наверняка известны. Вот здесь схематично изображён костёр, как правило, на возвышении. И передавалась информация с помощью огня. Когда была опасность, когда были какие-то экстренные сообщения, то просто визуально наблюдатель следил за определённым местом. Загорелся костёр, значит, событие какое-то произошло. Какое? Война, наводнение, какое-то стихийное бедствие и так далее. То есть источник информации, получатель информации и среда. Я же рассмотрю сейчас передачу информации от источника к другому источнику на уровне вычислительных средств. Итак, первая задача, которая стояла, это передать информацию из одной точки в другую. Какую же информацию прежде всего передавали? Наверняка многие помнят, что передать газету «Правда» из Москвы в Новосибирск можно было двумя способами. А если не помните, я расскажу. Первый способ. Сидел телефонист и диктовал другому телефонисту на том стороне текст «Газета «Правда» от 8 «Правда» от 8 мая 8 мая 1959 года. Итак, букву за букву и предложение за предложением. Понятно, могли быть искажения, иногда вообще текст срывался. И второй способ, которым пользуюсь из Москвы, простите. Из Москвы вылетал самолет с матрицами, прилетал в Новосибирск, в Новокузнецк или еще в какой-то центральный городской, областной пункт, привозили матрицу, печатали газету и на следующее утро жители этих городов читали свежую газету «Правда», «Известия», «Труд» и так далее. Таким образом шла передача информации. Понятно, что с точки зрения социальной, политической и экономической информации нужно было передать как можно быстрее. И вот встал вопрос о передаче информации, используя так называемую первичную сеть, это телефонную сеть, уже в цифровом виде. Я не буду останавливаться, вы наверняка знаете все эти вопросы или, по крайней мере, представляете, как сигнал преобразуется и в виде цифр, не аналоговым способом, а в виде цифр передается. Там уже идет не амплитуда, не фаза, не частота, а все на более высоком уровне. Появились вторичные сети. Итак, нужно теперь передавать информацию из одного источника в другой. За разработку такой системы, газета 1, газета 2, наше предприятие получило правительственные награды, генеральный директор там получил много-много-много почестей, и проблема была решена. Следующая проблема, которая остро стоит, особенно и стояла перед нашей страной, это передача информации о погоде. Наверняка все знают, что стоят определенные метеоточки, с которых снимается информация и передавалась тогда в Москву, в Госметеоцентр. Задача центрального устройства, которое располагалось в Москве, опросить каждую точку в определенное время, временное разделение было, и получить определенную информацию, а потом ее обработать. То есть в определенный интервал времени происходил опрос данной точки, получали информацию и передавали, потом переходили к следующей, к следующей, и формировалась информация о том состоянии, которое есть в настоящий момент, о погоде. Долго, неэффективно и не всегда правильно, потому что, если какая-то точка сбоя происходила, можно было делать неправильные выводы. фразу до конца не сдавал. Итак, что было предложено нами? Я говорю сейчас о Министерстве промышленных средств связи, который занимался разработкой нашего советского интернета. Интернет-слова тогда у нас не было, сеть, которая была аналогом ARPANET, если кто-то захочет посмотреть историю, посмотрит. У нас были ведомственные сети. Итак, ведомственные сети газета 1, газета 2, ведомственные сети погода 1, погода 2. Нужно было эту информацию быстро обрабатывать и вовремя рассылать. Поэтому появилась так называемая коммутация сообщений, которая позволяла одновременно, ну или почти одновременно, снимать всю информацию со всех точек и быстро ее обрабатывать. Но информация обрабатывалась последовательно, принималась последовательно, средства связи были не очень хорошие, поэтому вольно или вольно из аналоговой информации перешли на цифровую. То есть каждая температура в одной или другой точке, давление, ветер, ну и так далее, все параметры, которые снимались, передавались уже определенным образом в Москву Гидрометитовый Центр, который эту информацию обрабатывал. Задача, которая была поставлена перед нами, улучшить качество информации, скорость информации, достоверность информации и так далее, и появилась определенная сеть, которая стала уже работать с цифровыми сигналами. В двух словах, мы все прекрасно, наверное, знаем, что все, что находится у нас в телефонах, в телевизоре и так далее, представляет из себя два двоичных символа, ноль и единица. И только это идет в сети. То есть на самом деле передается только последовательность единиц и нулей. Тогда появилась очень интересная идея. А что если не передавать всю информацию о том, где какая погода, а если вот тучки или вот как сегодня дождливая погода. Тучки передать сигнал единица и потом умножить на то количество символов, которые будут содержаться здесь. То есть единицы, умноженные на то количество единиц, которое будет. И передать фактически минимальный объем информации с очень хорошим качеством. А если солнышко, то передать нули. Тоже количество нулей, которые размещаются на этом пространстве. Понятная идея, да? Занимаем меньшее время, улучшаем качество, повышаем достоверность и так далее. Я не буду останавливаться дальше, я остановлюсь на то, что делали мы в данном случае в лаборатории. первый момент. Нужно было соединить между собой две вычислительные машины, а точнее два вычислительных устройства, потому что компьютеров тогда как таковых маленьких просто физически не было. Это были либо какие-то вычислительные устройства, та же самая аппаратура, скажем, по передаче погоды или иной другой информации. И нужно было их связать. Я привожу такой пример. Чем связать? Веревкой можно связать? Ну, наверное, можно. Можно связать кабелем, но работать не будет. Нужно сделать какой-то протокол, который позволял бы двум этим устройствам взаимодействовать между собой. То есть одна машина первая инициатор выставляет сигнал готовности, что мы можем работать. Вторая сканирует и отвечает, что мы тоже можем работать. Ну, а дальше я опускаю протокол, потому что это многое интересно будет, но мы с вами четко представляем, что кроме скорости, на какой будем работать, кроме того, на каком языке будем работать, потому что языков программирования в то время уже было, а язык какой будет общение, русский, английский, французский и так далее, то есть машины друг друга должны были понимать. Это потом уже подключался у нас человек, а сначала машинам нужно было учиться между собой разговаривать. Итак, мы сделали определенный стык, он назывался стык-2, S2, и он был лучше, чем стык у американцев. То есть это протокол, который позволял вычислительной техники взаимодействовать между собой не последовательно, а параллельно. И очень образно фану американский ученый сказал, что брак между вычислительной техникой и системами связи состоялся, медовый месяц позади, и влюбленные начали понимать, как они сильно зависят друг от друга. И с этого момента началось мощное проникновение одной методологии одной системы в другую. То есть вычислительная техника стала внедряться в сетевые протоколы, а сетевые протоколы в вычислительную машину. Я опущу все моменты, это очень интересно, но смысл состоит в том, что, ну хорошо, два вычислительных устройства между собой связали, а третья, а как связать теперь третью? Кому дать приоритеты, кому дать право первым выступать и так далее? Вот решать задачу на троих уже было довольно сложно. Я не буду говорить на четверых, на пятерых и так далее. На сегодняшний день интернет представляет из себя мощнейшую сеть, о которой мы просто даже не могли задумываться. Почему? Первое. Элементная база, которая была в то время, протоколы, алгоритмы были очень далеко от совершенства, и мы не могли представить себе, что благодаря Алферову, который изобрел так называемые быстрые электроны, микросхемы начнут быстро уменьшаться, начнет меняться программное обеспечение, и много-много чего другое. И мне нравился тезис, вернее, не тезис, а плакат, который висел на Светлане, там было написано «Наши микросхемы самые большие в мире». То есть подразумевалось, что они маленькие, но в них плотность большая, но звучало по-другому, да, так, «Наши микросхемы самые большие в мире». СБИС, кто-то, может быть, помнит, кто-то знает. Итак, я подошел к интернету показать, что как из маленькой идеи передачи информации выросла такая гигантская сеть, гигантская паутина, всемирная паутина, которой мы пользуемся. Следующий момент, на который я хотел бы остановиться, это сети, которые имеют уже политическое, экономическое, ну и, я бы сказал, отношение к каждому из нас. Вопрос простой. Поднимите, пожалуйста, руки, кому нужно жилье? Улучшить, расширить, раздвинуть? 80 процентов. Ну, правда, они все подняли руки, я понимаю, что вы... Так вот, когда стали исследовать проблему жилья, выяснилось, что наша ипотека никуда не годится. То есть, ипотека система, а не сеть. Вы все прекрасно знаете сеть аптек, но, наверное, не знаете сеть ипотек. Да? Может, вы не знаете, что существует сеть ипотек? Я не знаю. Короче говоря, та идея, которая на сегодняшний день в государстве есть, продолжается и развивается, это ипотека. Наверное, кто в нее попал, со мной согласятся, что это такая яма, пропасть, долговая, на 30 лет. Да еще тут были представители Госдумы, которые сказали, а давайте мы сделаем так, что человек вступил и 30 лет будет выплачивать, не дадим ему досрочного погашения. Пусть 30 лет он сидит в нашей клетке. Возникла идея альтернативу ипотеке сделать систему жилищных кооперативов. Я думаю, что многие из вас тоже помнят, что такое жилищный кооператив в те годы. Это высокое качество, это контроль, это жители по соседству свои, с одного предприятия или с какого-то микрорайона. Но это все вроде как свое есть. И вот возникла идея сделать жилищный кооператив, который бы обладал определенными свойствами. Какими? Ну, если кто помнит, то кооперативы вообще... Нет, наверное, не помните, потому что я специально изучал этот вопрос. Кооперативы возникли в принципе в разные времена. Но один из таких важных моментов это когда сосланные в Сибирь наши сограждане вынуждены были создать кооператив, чтобы выжить. На сегодняшний день хотим мы и не хотим мы тоже начинаем создавать какие-то такие искусственные системы и сети, чтобы выжить и преуспеть. В чем идея? Если создать такой кооператив, в котором люди заинтересованы только в одном вопросе в жилье, становятся его пайщиками, и тогда каждый пайщик имеет определенные права на эту коллективную собственность. Я не буду останавливаться в деталях, чтобы не получилось это в какую-то презентацию, но смысл заключается в том, что кооперативное собственность всегда выгоднее, чем индивидуальное государственное. Потому что мы располагаем большими возможностями как система. Напомню, что система совокупных взаимосвязанных, взаимозависимых элементов, предназначенных для достижения одной цели. Цель получения жилья. Причем не важно коммерческого или не коммерческого. но кооператив, продав или дав возможность приобрести пайщику одну, две, три, пять квартиры, сам по себе работать не будет. Ему нужен какой-то движок, какой-то механизм, какая-то система, которая позволяла бы это делать. Такой механизм был найден. Это система сарафанного радио. То есть, если у нас будет сарафанное радио, за это радио будут хорошо платить. появился еще один элемент в этой системе, которая стала уже более сложной. Life is good. Консалтинговая фирма. И, как я люблю говорить, люди получают добро, а консультанты получают хорошее вознаграждение. Что может быть еще лучше? Но, помимо этого, что консультанты получают деньги, эти деньги должны где-то еще храниться. Я думаю, что все обратили внимание, что у нас доллар и евро центра стремительно полезли вверх. И скачок этот будет, к сожалению, существенный. Это можно было предполагать, об этом мы знали, только ждали момента, когда же это начнется. Началось. Поэтому это все пойдет резко вверх, и, естественно, эти деньги где-то нужно хранить, а еще лучше обвисеть их безопасно, а еще лучше, чтобы они перемножались. Опуская все детали, появилась еще одна фирма. Гермес, которая позволяет теперь и сохранять деньги, и приумножать, и давать возможность зарабатывать. Опять же, опуская все детали, появилась новая структура, как отметили зарубежные ученые, структура, что это ноу-хау, что в мире нигде ничего такого нет, что сейчас придумано. То есть образовался холдинг, и этот холдинг работает как саморазвивающая система. Иерархические структуры, как правило, тяжеловесны, очень плохо управляемые, но и практически империи, все, которые были иерархическими системами, рано или поздно разрушаются. Если мы начнем строить так приблизительно, как строят природа, я с собой захватил несколько элементов природы, сейчас спущу по рядам, а природа строит, помните улитку Архимеда? Эта улитка Архимеда есть в паутине, ну, не улитка, конечно, а структура построения. Я, когда посмотрел паутину, выяснил, что она разная сама по себе, и там разные пауки плетут разную паутину. Я, для примера, пошел в лес и взял шишки. Я сейчас спущу по рядам, посмотрите, пожалуйста, как по спирали развивается шишка, но это система, это не сеть, но в каждой системе существует вполне определенный закон и порядок. Если кто-то смотрел, как цветочки расположены, солнце, ну или свет падает, и лепестки расположены таким образом, что каждый лепесток освещается солнцем. Ни один другого не затеняет. Обратите внимание здесь, как будет построено по рядам, как будет расшириться по структуре. Очень интересное наблюдение. Так вот, если использовать знания природы, можно, оказывается, получить искусственные системы с помощью знаний, которые будут саморазвиваться, саморазвиваться. Не хорошее слово, но скажу, саморазвиваться. Я сначала хотел еще привести еловых шишек, посмотреть. Там очень интересно, как тоже идет лепесток к лепестку, но решил не утомлять ваше внимание, потому что достаточно этих примеров посмотреть. Резюме. Если мы хорошо разобрались или хотя бы понимаем, что в природе есть определенное явление, то мы можем использовать их в общественной жизни. И в частности, вот, жилищный кооператив, который создан, является альтернативой, мощнейшей альтернативой ипотекой. Уверяю вас, в ближайшее время, конечно, это заговорят на более высоком уровне. Я эту информацию вам предоставил благодаря тому, что судьба нас слила, и вы можете этой информацией воспользоваться. Пошли минуту оставите на вопросы. Конечно. Можно? Пять минут у вас. Я сейчас хочу подвести итог. Итак, мне в жизни повезло в том плане, что я закончил техникум вычислительной машины, приборы и устройства, и второй выпуск попал как раз в среду, когда машин вычислительных практически не было. Были большие машины, были вычислительные центры коллективного пользования, когда каждый из нас мог подойти, заплатить определенные деньги, получить машинное время, сесть возле компьютера и поработать. Я вспоминаю, когда писал кандидатскую диссертацию, набивал перфокарты, с этими перфокартами шел на М-222, если кто-то помнит этот период, и получал, так сказать, определенные исследования с помощью вычислительной техники, потому что расчеты вручную сделать было невозможно. Я рассчитывал общей государственной передачи данных с точки зрения системы технического обслуживания. Поэтому, в заключение, я благодарю вас за внимание, что вы так хорошо выслушали и готов ответить на все вопросы. Если вопросы, мало ли, появятся потом, я оставлю сейчас свои координаты, напишу телефон и электронную почту. Слушай, Геннадий Парфюнович, я как-то вот не совсем понял, а чем сеть отличается от системы по определению? Может быть, я прослушал, вы не имеете в виду? Вопрос крайне интересный и крайне важный, потому что, прежде всего, вот мой тезис, нужно договориться о терминах. Если мы о терминах не договорились, то дальше будет ничего интересного, не будет. Я сейчас напишу адрес и отвечу на ваши вопросы. Ну и давайте телефон туда. Плюс 7, 905, 221, Яндекс, да? 221, 32, 8, 8. А теперь ответный вопрос. Всегда можно выделить систему, а все остальное считать окружением. Вот мы с вами сейчас система, которая объединена определенной целью. Это обмен и получение новой информации, обмен знаниями. То есть, цель конференции, любой, фактически, это встреча людей, причем, что очень важно, разных направлений, самых разных направлений, которых объединила жажда знания, я бы так назвал. А теперь, что такое система и что такое сеть. первый тезис. Любая сеть является всегда системой. Но не любая система является сетью. Итак, система, мы всегда можем выделить ее, а вот это окружение или внешняя среда. В маркетинге применяют два термина, оба они равноправные. Вот любая взаимосвязь или любые законы или любая даже наука, такая как маркетинг. Я в свое время дал такое определение. Маркетинг — это система философских взглядов, методов и инструментов, направленных на эффективное достижение целей фирмы, или организация. В условиях конкуренции в Советском Союзе маркетинга не было, это было ругательное слово, потому что не было конкуренции и значит одна часть выпадает, поэтому нельзя считать маркетинг системой. Система, как я уже сказал, совокупно связанных взаимозависимых элементов. И Аристотель, и Платон, и Сократ всегда говорят, что можно найти целое и выделить элементы или части. Вот взаимосвязь целого и частей это очень непростой вопрос. Но все мы хотим или не хотим, знаем или не знаем, применяем принцип декомпозиции. То есть мы берем целое и по какому-то критерию разрезаем, разрубаем, расчленяем, ну и так далее. Целое на части. Но самый главный вывод, что каждую часть мы можем потом рассматривать как систему, а все остальное как окружение. поэтому мы можем взять Вселенную и дойти до той самой мельчайшей единички, которую вы выберете. Итак, сеть. Вот с этим все немножко сложнее. Сеть это такая структура, которая позволяет обмениваться информацией, энергией, веществами, то есть определение может дать самое простое, и которое как правило не имеет центра. То есть центра с точки зрения распределения, да, существует, ну скажем, возьмем сеть Макдональдс. Понятно, что это сеть общественного питания. И в разных странах она есть, побывал в разных странах, она существует и есть. Сесть центр какой? Какой? Ну в Америке там Макдональдс. Это центр организационный, да, а каждая структура автономна сама по себе. Более того, каждый из нас может купить франчайзинг, да, и открыть свой, не расслышал вопрос, или комментарий. Наши плохие пирожки. Ну наши плохие пирожки, вот пожалуйста, теремок есть, да, и так далее, но это сеть общественного питания. Что хочу подчеркнуть, как только мы рассматриваем сеть, то нужно обязательно выделить организационную структуру, снабженческую структуру, ну и так далее, и так далее. Я приведу сейчас, может быть, вот такой важный пример, чтобы показать, где, как, что происходит. Геннадий Просвенович, у нас времени мало еще есть вопросов. Ну я тогда вот отвечу на этот вопрос. На ваш ответил? Значит, вся идея вообще на самом деле очень простая. Хотим или не хотим, у человека, у машины, у системы, у любой всегда существует цель. Чтобы эту цель достигнуть, нужно иметь стратегии, то есть набор путей, которые позволяют из одной точки попасть в другую, или не точкой это, может быть, состояние, не принципиально, стратегия. И потом идет оргструктура. Вот если мы это видим, понимаем, то дальше уже идет действие. Если мы хотим построить сеть общественного питания, сеть аптек и так далее, у нас свой алгоритм. Если мы хотим улучшить свою жизнь с помощью знаний, возвращаясь тем же самым чакрам. Чакры это система, да, но не сеть. Потому что там фактически, как было сказано, вверх идет, а по бокам и сеть. Спасибо большое. Я... Игорь Леопольевич. Еще один вопрос у меня. Дело в том, что вы говорили ипотека, это уже пройденный этап и кооперативное строительство гораздо лучше. У вас система из трех элементов. Вкладчики, консалтинговые фирмы и ноу-хау, которые дают возможность развиваться в финансовом варианте. Но дело в том, что на самом деле любая система стремится к развитию. Это самая организующая система, да? А если есть развитие, значит, она идет в сторону усложнения системы. А усложнение системы ведет к разрушению. То есть, мы не придем к тому результату, который привел ипотечный кризис. Понятно. Я отвечу на ваш вопрос так. Ипотека это взаимодействие индивидуума с банком. Так? И там что? Банк что хочет? я хотел бы уточнить. Дело в том, что на фоне ипотеки мы получаем другую структуру в начальном виде. Но в конечном результате ее судьба такая же, как будет, как у ипотеки. Тезис неверный. Готов объяснить. Я объясню, почему. Вот кооператив, который возник, он возник здесь у нас в Санкт-Петербурге. Он возник. Люди получили блага в виде жилья, въехали, живут, прописали детей. И кооператив заплатил либо 50%, либо 65% от стоимости жилья. Эта идея мгновенно распространена, ну, относительно мгновенно, потому что два года уже. Два года, конечно, тоже большой срок. В другом городе, если люди видят, что можно сделать вот так, образуется филиал, и там точно так же возникает сеть. Смотрите, Санкт-Петербург, определенная точка. Ростов, определенная точка и так далее. Каждая точка развивается самостоятельно. Правильно вы сказали? Саморазвитие идет. Поэтому саморазвитие не может прийти к разрушению хотя бы по одной причине. Потребность жилья была, есть и будет. Это так? Ну да, ну и что? Нет, не может закончить свое развитие. Вот прошел разговор. Усложнение системы ведет к разрушению. Усложнение системы нет. Еще раз посмотрите. Так, в чем вы увидели усложнение? Скажите мне, пожалуйста, если кооператив образовался в определенном городе, в Санкт-Петербурге и в Орле, чем они усложнили друг друга? Ничем. На мой взгляд. Друг другу нет, но внутри самой системы. А внутри самой системы. Аппарата нет центрального. Каждый кооператив... Внутри каждого кооператива? Хорошо. Я... Дискуссия, есть и вопросы. Я с удовольствием... Я с удовольствием...